Мой брат умеет не готовить. Если что так, я вам не женат. Мама, я найду себе мужа и ты научишь его так же вкусно готовить, как готовишь. Нормально сидим? Да, так нормально. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмири, обворожительно неповторимая я. И сегодня мы снимаем очередное новое видео. Это у нас Клаб Сэндвич. Ты так сказала? Ты смотрела фильмы про собачек? Там собачки такое? Нет. Это у меня от природы. Я нигде не видела. Я знаю, что ты не видела, но получилось похоже. Комментарии были, что вы сразу налетаете на еду. Давай не будем налетать. Давай потихоньку. Давай полчаса поговорим. Пусть солнце сядет. Зарядка на камере закончится. Тогда мы начнем есть. Как тебе такое предложение? Отлично. Так долго готовили эти Клаб Сэндвич. Она разозлилась, да. Из-за этого я опоздала к Фати. Я знала, что мне придется выслушивать целую эту сиренаду, но оказалось, что Фати нормально отреагировала. Я все равно красилась целый час. Смотрите, он сломался. Но это ничего страшного, это не помешает его вкусу. Я люблю снимать эту штуку. Я знаю, вы скажете, сейчас она специально там, чтобы держать. Ничего не развалилось, но у нас ничего не развалится. У нас зубы острые. Как лезвие ножа. Вкусно. Ай, когда ты его достала? Около своего дома. Как вкусно. Я чуть не съела эту палочку. Чуть эта палочка не сделала мне пирсинг в языке. Ну, как у тебя? Очень клево. Мне кажется, совести самое то. Ай, как ты сильно кричала? Не кричала? Я не кричала. Просто 40 минут я жду. А там приходит другая девушка. Она заказывает лохмаджун. И ей за 2 секунды готовят лохмаджун и дают. А я остаюсь вот так вот ждать дальше. Но вкусно. Я вообще очень люблю Клаб-сэндвич. Я тоже. Надо как-то снять видео с какими-то бутербродами. Также попросила Ларис задать интересные вопросы в моем инстаграме. Мы снимаем с Фатей новое видео. Соленый огурчик. И кивизит очок севера. Спасибо. Ты любила парня, который обращал на тебя внимание? А какого еще? Странно, если бы тебя любила того, кто не обращал. Ты уже два кусочка слопала? Как я тебя в грузинских ингарах порвала. Не спылили. Уже видео вышло. Может, они смотрели еще? Да. Они смотрели видео. Очень много просмотров набрало. Да почему мне такой маленький бокал, да? Я еще не купила тебе ведро, но я обязательно. Шланг тоже не забудь. Это для нее как один глоток всего лишь. Я принесла большой, ты сказала, что он некрасивый. Надо поставить рекорд. Сколько максимум воды я смогу выпить. Угу. Угу. Есть ли предел? Один раз мы пошли в гости к моему одногруппнику. У него был день рождения. Этот день рождения он делал дома. Причем парень весь стол, можно сказать, накрыл сам. И так было вкусно. И больше всего мне понравился клапсэндвич. Сам готовил? Угу. Мы даже потом рекомендовали ему открыть свою доставку еды в Инстаграме. Какой молодец. Ну, все прикольно, когда парни умеют хорошо готовить. Угу. Особенно, когда ты не умеешь, а? Я маме всегда говорю, мама, я найду себе мужа, и ты научишь его так же вкусно готовить, как готовишь ты. Мама так угорает. Мой брат умеет готовить. Угу. Если че-то, я вам не женат. Ммм. Как это вкусно, Фатя. Это божественное. Мне повторим. Это если вы тоже любите клапсэндвич, пишите в комментариях. Иногда я делю его. Ем слоя отдельно. Да, у тебя не помещается во рту? Зависит от фатсэндвича. В Макдональдсе есть вот этот гамбургер, который просто огромный. Как он называется? Битмак. Угу. Вот его я не могу полностью есть. Да ладно. Ты слабачка. Ха-ха. Он огромный. У меня рот не открывается настолько вот так вот, как шокодилы. Огурчик соленый. Я забыла про вопросы. Да. Вернемся к вопросам. Хотите дочку или сына? Ха-ха. Дочку. Ха-ха-ха. А я тоже мне больше девочке нравится. Потом сына. Потом еще дочь, потом сына уже, дочь еще. Потом футбольная команда будет. Вау, алька. Тут уже все? Я реально ела медленно, очень медленно для осквозки. Ха-ха-ха. Медленнее некуда. Они, кажется, вместо майонеза гладут какой-то соус, цезарь соус. Точно. А это я снесила опять. Осторожно. А знаешь, чего здесь не хватает? Вот на маслины. Да. Это украсили. Давай ты будешь задавать вопросы тогда. Просто быстрее всех. Ага. Как дела? Сколько у вас стоит проезд в автобусах? Интересный вопрос. 30 копеек. Хотя раньше стоило 20. В Азербайджане самый дешевый проезд в мире. Нет, еще есть Индия. В Индии подешевле. Да. Да. Но у нас нефтяная страна, так должно быть, нет. У нас же бензин не так дольше. Раньше стоило вообще 20 копеек, сейчас стоит 30 копеек. Но опять же, это очень дешево. Даже не надо машину покупать. Как дешево. Машины не из-за этого покупают, не из-за того, чтобы не платить за прависта автобуса, а ради комфорта. Тоже логика. Железная жесткая логика. Автобус стоит 30 копеек, зачем покупать машину? Можете даже не работать. Я имею в виду, что машина это расход. Да. Если ты захочешь потащить оборудование, как ты его потащишь на автобусе ко мне? Мне кажется, если у меня будет машина, я буду тащить все, что мне есть. Какие вам нравятся фильмы? Мне нравится «Начало. Время». Очень хорошие фильмы, советую посмотреть. В фильме «Начало» играет Леонардо Ди Каприо, в фильме «Время» играет Джастин Тимберлейк и Оливия Вайлд. А я вообще не люблю фильмы или всякие сериалы, а я смотрю блогеров. И все. Я тоже в основном. Так, но сейчас я смотрю один сериал, называется «Легкие как порошка». Очень классно. Хочешь, я тебе отдам последний кузовик? Не, я бы объелась. Нет? Ты ешь. Тебя с Василией любили парни, которые не обращали на тебя внимания. Ты неправильно прочитал. Возможно. Возможно, а мне кажется, нет. Приятного аппетита. Спасибо взаимно. Тебе нравится твоя работа? Так как все наши сотрудники смотрят мой канал, так как мой босс тоже смотрит мой канал. Зачем? Вот зачем такие провоцирующие вопросы задаете, а... Тебе нравится? Шучу. Я люблю свою работу. Сейчас я смотрю на нее. Шутка. Да, мне тоже нравится моя работа, кстати. Верная ли ты в отношениях? Да, для меня вообще верность, это очень важно. Я бы сама не смогла простить измену, и я не делаю по отношению к людям то, что я не хотела бы, чтобы они сделали по отношению ко мне. То, что я сама не смогла бы простить. Я согласна. Ты так же, да? Угу. А что готовы ради любви? Ради любви? Например, я готова даже уехать в другую страну ради любимого человека. А я нет. Я готова родить ему дочку, хотя у меня нет времени родить детей. там, ну что там. Ради любви простить измену, мне кажется, это немножко тупо, например, глупо. Если человек один раз вам изменил, мне кажется, он будет это повторять. Да, если он предпочел другую, то какой смысл? Расскажи о своем страшном сне. И мне сегодня приснется такой сон, как будто у меня была дочка маленькая, только новорожденная, где-то два месяца. И мы с ней лежим в больнице, не знаю почему. Типа ее отец, типа один из моих знакомых, вообще, тахлесусь. И он, типа, кордет ребенка из больницы. Потом я ему звоню, говорю, верни мне мою дочь. Не знаю, начинаю кричать, истерить и так далее. И он мне говорит, когда поумнеешь, когда вернешься ко мне, говорит, тогда получишь дочку, тогда увидишь ее. Ужасный сон. Но, мне кажется, это связано с тем, что до этого я смотрела передачу «Пусть говорят», и там как раз-таки был такой сюжет. Мне кажется, это как-то въелось мне в мозг, и я увидела во сне такой сон. Я вообще очень часто вижу сны и очень страшно иногда. И потом не могу забыть. А мне приснился сон, кто смотрел фильм «Время». Там у них счетчики на руке, и когда истекает их время, они умирают. И они зарабатывают, расплачиваются этим временем. Это как альтернативная реальность. Один из моих любимых фильмов. Обязательно посмотрю. Мне приснилось, как будто я так живу, как будто у меня счетчик, и у меня время. И я стараюсь выжить, заработать себе время. Оно истекает, я не могу найти работу. Они даже в автобусе расплачиваются временем. Везде за еду платят временем. И я как будто была не то, что героиней этого фильма, а как будто я жила так, как они. С этим счетчиком было очень страшно. Интересно. Интересно. Вообще я люблю фантастику или ужастики, но не прям, что прям противно. Например, пила смотришь, невозможно смотреть не потому, что страшно, а потому, что противно. Вот я не люблю такие фильмы. В общем, на этом все. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно подписывайтесь на мой канал. На канал. А спасибо. Не забывайте ставить лайки, нам будет очень приятно. Всем желаем приятного аппетита и удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok